Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас интересная шахматная комбинация, которая носит название Мельница. Впервые она встретилась в партии Карлоса Торре против Эммануила Ласкера в Москва, 1925 год. Первый московский международный шахматный турнир, который собрал очень интересный состав. В том числе приехали шахматные маэстро из Европы. Приехал Хосе Рауль Капабланко, Эммануил Ласкер и многие другие. Стоит отметить, что победил Ефим Боголюбов, Советский Союз, второе место занял Ласкер и третье место Хосе Рауль Капабланко. Итак, в партии Карлоса Торре, молодой мексиканский юноша, 20 лет, играет против экс-чемпиона мира Эммануила Ласкера. Ласкер на этот момент шел уже шестой десяток, но тем не менее, несмотря на то, что через два года уже состоится матч Капабланко-Олехин, Ласкер умудрялся обходить этих известных маэстро шахматных, чемпионов мира в турнирах. Не раз занимал первое место, а следом за ним Капабланко-Олехин. Поэтому человек достаточно обладал Ласкер еще очень сильной шахматной силой и не собирался, конечно, проигрывать 20-летнему юношу. Но тем не менее, в шахматы самая жестокая игра. Итак, Е6, слон Ж5, последовал ход С5, белый достаточно агрессивно расставляется, черный в ответ отвечает тем же, бьют по пешечному центру. Последовал ход Е3, укрепляем пешку Д4. Взятие на Д4, взятие пешкой, можно было, конечно, поддержать в том числе и напряжение. Слон Е7, конь БД2, последовал ход Д6. С3, перед нами атака Торы, именно так она будет называться в будущем. Последовал ход, конь БД7, слон Д3, белый тоже выводит фигуры. Б6, конь идет на С4, наверное, необязательный ход, можно было сделать короткую рокировку. Слон Б7, черный пока очень скромно расставляются по шестому и седьмому ряду в стиле современного ежа. И в этой ситуации последовал ход ферзь Е2, белые пока не торопятся с рокировкой, выжидают, пока сделают рокировку, возможно, черные. Может быть, где-то можно будет пешками накинуться, конечно, диагональ слаба, но белые, во всяком случае, пока не торопятся. Последовал ход ферзь С7, черный отвечает тем же, предлагает высказаться белым, белым. Ну и последовала короткая рокировка, Ласкер ответил тем же, ладья Ф на Е1, ладья Е8, ладья Д1, белые расставились по центру, черные отводят коньян на Е8, укрепляя свой королевский фланг, своего короля. Последовал ход слон С1. Слоны теперь очень интересно посматривают в сторону черного монарха, но при этом здесь, конечно, все очень крепко стоит, атаковать тяжело. Нужно как-то ладью подбросить на Ж3, на Аш3, потом уже напрыгивать, может быть, пешку Аш еще в бой бросить, если Ж6, ход будет сделан где-то в будущем. Последовал ход конь Д5. Возможно, также белым стоило как-то конь Е3 попробовать встретить того коня заранее. Конь С4 стоит не совсем устойчиво. Конь Д5, последовал ход конь Ж5, и в этой ситуации Ласкер играет Б5, достаточно агрессивно. Хочет ходом Б4 подцепить весь ферзевый фланг белых и завязать игру. То есть не стал отсиживаться, а идет в контратаку. Конь А3, на край доски. Последовал ход Б4. Взятие на поле Б4. Конь Б4. Теперь изолятор такой в центре у белых. Ферзь Х5. Забрасываем поближе к королю черных. Атакован пункт Ф7. Последовал ход слон Ж5. Просто защищаем. Слон Ж5. Лучше немножко было забрать все-таки ферзем. Конь Д3. Ладья Д3. И в этой ситуации ферзь А5. Во-первых, связка. То есть слон теперь прикован. Во-вторых, нападение. На мат в один ход. И здесь от Торы требуется очень точная игра. Последовал ход Б4. Пытаемся отвлечь ферзя с пятого ряда и убрать свою ладью. Ласкер играет ферзь В5. Пока лучший ход нападает на ладью. Тора укрепляется. Играет ладья Ж3. Просто убрали ладью из-под боя. Также можно было попытаться и ладья Х3 сыграть. Х6. Серьезное ослабление позиции короля. Возможно было коня на Ж6 поставить. И в этой ситуации, естественно, белые не могут отвести слона. Потеряется ферзь на поле Х5. Последовал ход конь С4. В случае взятия сыграть конь Д6. Главная идея белых. Именно так и нужно было поступить черным. Забрать этого слона на поле Ж5. Но ласкер здесь серьезно ошибается. Играет ферзь Д5. После чего последовал ход конь Е3. Пешку теперь на Д4 брать опасно. Последует просто слон А6. Удар такой. Последовал вход ферзь Б5. И перед нами можете поставить видео на паузу. И поискать интересную возможность со стороны белых. Именно сейчас перед нами разворачиваются главные события. Та самая известная шахматная комбинация. Которая носит название Мельница. Многие, кто изучал шахматы, знают эту комбинацию. И возможно не раз проводили подобные комбинации. Напишите обязательно в комментариях. Удавалось ли вам в партии провести что такое подобное. У меня минимум в два раза было. Возможно больше. Итак, в партии последовал гениальный ход. Слоны в 6. Белые жертвуют ферзя. Жертвуют причем временно. То есть это все можно было сосчитать. Черные не могут как-то уклониться от этой ситуации. Дело в том, что ферзь у них просто под боем. Иначе, допустим, если пешка стояла на 6. Возможен был какой-то ход. Конь g6. И во всяком случае черные сразу не проигрывали, скорее всего. Но последовал ферзь h5. Вынужденный ход. Никто не спрашивает. Экс-чемпиона. Ласкер бьет ферзя. Ладья g7. Теперь две фигуры белых метают пол армии черных. Ладья g7. Единственный ход. Король h8. Ладья f7. Скрытый шаг слоном. Король идет назад. И в этой ситуации заманиваем обратно его на h8 под скрытый шаг. Слона уничтожить нечем. Именно это главная проблема черных. Приходится ходить королем туда-сюда. Ладья b7. Опять вынужденный ход. Король g8. Ладья g7 шаг. Никто не спрашивает. Король h8. Пешку на а7. Тора не стал брать. Вполне логично. Дело в том, что тогда у нас пешка будет слабая. И в эндшпеле черный ее отыграет. Ладья залезет на обжорный ряд. Естественно белым это не нужно. Поэтому последовал ход ладья g5. На данный момент после взятия ферзя король h7. Взяли наш 5. У белых даже лишняя фигура. Но на самом деле нужно было понимать, что после хода король g6. Фигуру черный отыгрывает. Но при этом у белых остается три лишних пешки. Видите, именно здесь только можно считать, что комбинация фактически закончена. Можно было сделать форточку ходом g4. Ладья h3 как-то не очень убедительный ход, который последовал в партии. g4 намного мощнее. На самом деле здесь уже можно было ласки раздаться. Но он до конца проверяет своего молодого маэстро. Все-таки чемпион играет против юноши. Ладья h3. Взятие на f6. Ладья h6. У белых три лишних пешки. Выигранная позиция. Король g5. Ласкер еще сопротивляется. Делает несколько ходов. Последовал ход ладья h3. Можно было также ладью поставить на поле h8. Затрудняя движение коня. Ладья b8. Нападая на пешку b4. Шаг. Король уходит на f6. Ладья f3. Проверяем короля. Король идет на поле g6. И последовал ход a3. Защитили пешку. Подрыв. Пытается одну разменять на две. Уничтожить пешку. И как-то свести хотя бы 2 на 4. Но не удается. Взятие на 5. Конь c4. Пешка d6. Теперь слаба. Ладья d5. Пытаясь на пайсе защитить одновременно. Ладья f4. Укрепили. Последовал конь d7. Ну, позиция действительно можно было уже сдаться. Непонятно, как играть. Ласкер пробует какой-то последний шанс. Пытаясь использовать слабость первой линии. Но не получается. Конь d7. Взятие на e6. Король g5. Есть, конечно, у нас ход на крайний случай перекрыться. Но последовало железобетонный ход g3. После чего ласкер сразу сдался. Мата белый король не получает. Черный же. Без на данный момент 4 пешек. Пешка d6 тоже теряется. Позиция абсолютно выиграна. Вот такая вот интересная комбинация. Достаточно получилось в этой партии. С ходом слоны f6. Можете ставить своим ребятишкам, друзьям. Такую шахматную задачу, если они не знакомы. Будет очень интересное открытие для них. Порешать такое чудо всегда интересно. Всем, друзья, спасибо за ваше внимание. Если нравится, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем добра и хорошего настроения.